Две влево! Попробуй не играть как Бекхэм, когда у тебя такая группа поддержки. Здесь на Донской футбольный матч – вечерняя традиция. Приходят все – и стар, и млад, порой даже семьями. Вот и в семье Киут – один играет, второй только готовится. И все после Кубка Конфедерации. Мы вообще в полнейшем восторге от самого матча, от самих матчей, от проведения, от организации. Теперь старший сын с удовольствием вообще просто решил заниматься футболом. У нас в городе достаточно много тренеров и секций спортивных, так что будем стараться. Дворовый футбол не значит слабый. Здесь с ребятами работает каждый вечер профессиональный тренер. В перерыве, как и у взрослых, краткие наставления. Вперед, назад, вперед, назад. Марат, без вот этих своих. Хорошо? Грузик, ударили на добивание. Ну, давайте, дружно. Но есть в этой команде то, о чем во взрослом футболе могут и не мечтать. Настя! Настя! Настя Карибова – игрок уважаемый. Клубы ее пока не перекупают, конечно, но команды борются за такого вратаря до последнего. Делимся, потом просят. Настя, давай ты за нас, Настя, давай там за нас станешь. Вот так вот. Пока одни гоняют мяч, другие не могут оторваться от экрана телефона. Там тоже футбол. Все как на серьезных матчах. Снят свой же матч, и надо его разобрать. Пример взяли с известных команд. И болеть за них на фишт ходили все. 3-1 очень было красиво. Очень интересно было. Ходили, вон, видели? Конечно. Да, мы на все матчи ходили на фиште, которые были. Я лично еще на полуфинал. И хотя здесь вместо трибун окна соседних пятиэтажек, спортом площадка активно живет круглый год. А летом так и вовсе каждый день. Во время каникул шефство над ней взяла спортшкола. До 100 человек бывает. То есть в зависимости от того, опять-таки какой интерес. Если футболисты, это вот порядка 50 человек как минимум. А еще плюс волейболисты, еще 20-30 человек, 3-4 команды. Каждый день практически. Ну и малыши, кто играет, скакалки прыгают, рисуем мы здесь. Поэтому до 100 человек бывает. Немноголюдная площадка станет завтра. 29 июня в полуфинале в Сочи сойдутся сборные Германии и Мексики. Болельщики прильнут к экранам, а счастливчики затаят дыхание на стадионе. Чтобы потом снова собраться здесь и обсудить, кто играл лучше и как играть так же. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.